Донецкая Народная Республика Летчика допросили. Найти сбитый самолет сумели только сегодня. Он лежит между городами Янакиево и Макеевка, где продолжаются боевые действия. 12 украинских военных сложили оружие и перешли на границу с Россией, сообщил представитель погрануправления ФСБ Российской Федерации по Ростовской области. Военные сообщили, что служили в 72-й моторизированной бригаде. Бои между ополчением и украинскими силовиками в районе крушения малазийского Боинга продолжаются. Сегодня на глазах у представителей ОБСЕ в Ростовской области разорвался снаряд, выпущенный с территории Украины. К счастью, никто не пострадал. Боеприпас, предположительно это была мина, оставил полуметровую воронку диаметром 40 сантиметров на территории КПП Букова. Крупная группировка украинских карателей, окруженная на юге Луганской области, начала переговоры с ополченцами об условиях своей сдачи, заявили в штабе ополчения. Группировка находится в Свердловском районе Луганской области между селами Панченково и Бирюково с одной стороны и российской границей с другой. Ясли номер 56 «Пушинка» пострадали в Кубышевском районе Донецкой области при разрыве мины ночью. У здания разбита крыша, взрывом выбиты все окна. На площадке у ясли многочисленные воронки от осколков. Ущерб нанесен также окружающим домам, деревьям, перебита также линия электропередачи. Территорию Харьковского бронетанкового завода, ремонтирующего технику карательных сил Украины и спасателей, обстреляли из огнемета. Выбиты все стекла, жертв нет. Ранее новостные источники сообщали о взрыве, раздавшейся в ночь на воскресенье на территории завода. Для полной интеграции с ЕС украинская хунта готова легализовать проституцию. Похоже, в скором времени Олег Ляшко сможет отрабатывать свои долги перед спонсорами, не опасаясь уголовной ответственности. Это были самые важные новости. В студии была Елена Красовская. Вся правда о Юго-Востоке на информационном канале Анна Ньюс. Удачи вам и до встречи.